и всем привет дорогие друзья сегодня продолжаем проходить метро экскодус в прошлой части мы узнали что мир еще есть остальной живой сломали глушилку случайно ну да мы рукожопа так ко мне куда хорошо давай попробуем через яму группа а доложите готовность за хрень такая надо ремонтникам сказать группа вы продолжаете патрулирование сказал генератор группа проверьте зону ветряков потеряна связь так хорошо подальше нам куда на бляди метку не ся открыть чтобы посмотреть ладно это грустно но я вижу вон там лестницу по которой можно будет подняться группа д занять генераторную почему он побежал на коль тебе этот паровоз дал у тебя выезд только завтра по плану а теперь и вовсе непонятно когда с тобой потом отдельная беседа будет нарушение правил что тут такое да блядь все чисто молодцы вы добрались так хорошо а дальше что очень спасибо времени мало скоро охрана вернется я на паровоз он вроде как подготовлен вы давайте наверх обещайте поворотный механизм что ты орешь не разбивающаяся лампа не разбивающаяся лампа ибо это было мне кажется это хуевая идея была плата просто каким-то бочками знаете тревога всем группам немедленно в ангар вижу его противник на складе выключайте генераторы нужно выбираться ай блять нихуя тебе надо рукой если любишь отпусти правильно артем все делал да нормально блять ебать нас бомбят охуеть а цвет выключить блять нормально вообще а чё нам туда давай давай шумная ты леди моя пусть поехал беги охуеть какой сочный ракурс они ворота скидут надо бы пути багажа надеть может изоляцию убегили мы вырвались бабах светошумовая глазам больно знакомый голос машиниста я не понял что значит в расход не лезь не своё дело это ты не лезь сейчас полковник тебе всё разъяснит товарищ полковник тут такое папа ребята это мы помогите они какого чёта ребят вы что тут делаете вот тогда вы видите полковник это трибунал всем вам так всем заткнуться невероятно невероятно чёрт так это правда ты на них работаешь они во тьма стреляли как вы тут оказались а впрочем не важно ты не представляешь во что вы влезли теперь куда ни кинь всюду клинь я думал у него одна нога металлическая да зачем нужна эта глушилка почему они скрывают что Москва не одна товарищ полковник так как ломает люди из других городов и ты-то всех всех женщин детей все потом отец что там по железной дороге впереди достой первого километра дорога в норме безопасная стоянка недалеко найдется найдется только торопиться нужно они хрень их вызывали значит так мужики Артем Санька и моей сейчас такого наворотили в Москву сейчас возвращаться нельзя а то по законам военного времени их ну в общем мне увезти их надо пока все не уляжется какая же музыка какая охуенная сопровождение а почему фоторежим недостожен так я сохраню вот это вот обязательно скажите со скриншотом не мне решать взял не имею я ничего не понял но за ребят буду драться конечно Артем Аня не бросает если мы не имеем кто кто ладно спартанцы тогда Экзабар ты полный спирь Артем пошли выйдем на свежий воздух спасибо ребятам что поддержали ребят они как запрыгнули к нам кто же ничего не говорил 20 лет мы сидели в метро считая что весь мир а где Экзабар же должны выкинуть были а на самом деле москву просто отгородили кольцом радиоглушилок красота и пока ты ходил с этой рации и хватал рентгены отец просто врал врал тебе мне да всем вообще все а а а а а а а а я почему-то думал что что немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками а стрелять на хуя как мы его установим а стрелять на хуя как мы его установим огонь на поражение он самовар снёт пизда ему за это а у а ao As a as mon Живей, тормоза тут не в чарту! Нермак начинает бавлять в палатах. Пусть думают, мы послушаемся. Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно, разумный человек! Гранатами мы только крапку поцарапаем! А если и снутри? Гравчатки маловато! Разве что всю топку им засунуть! Товарищ полковник, разрешите мне! Добровольцев здесь наснащаю я. Пойдёт Артём! Да за что я-то? Почему, Артём? Он эту кашу заварил, ему не расхлёбывать! Артём, как притормозим, прыгай! Стоять, пока отвлеку! Давай! Ты что ли ехал, Борис? Я, я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так мы просто отъехать решили! От эмоций лишних! А вы сразу стрелять начали! Остановлюсь! Отпустишь! Я уполномочен задержать и передать органам! Сам понимаешь! Это дезертирство! Предательство! Ты охренел, паскуда! Меня? Предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение! Если не остановишь, значит завербовали тебя! К хозяевам, значит, бежишь! Решили уже всё, да? Да, нас туда трибунала не довезут! Ты мне зубы не заговаривай! Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой, правдой! Гром жалели! Врагу продался? Да не нас засла, а ты! Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Сейчас сдохну, если надо! За Родину, за людей! Понял? Но не ради тебя, гнида! Нихуя тебе? Молодцы, Артём! Да, молодец, Артём! Он может пролезть где-то? Где-то нету? Отвлекайся! Тринадцатый путь на чеку! Ваше время истекло, полковник Мельник! Мы избавляем ход! Тормоза нет к чёрту! Не волнуйтесь! Мои люди помогут вам разобраться! Он чё, охуель? А мы их... Голос, готовьте тормозить! Держать Артём! Тебе и лакомотив! Чёрт! Что такое?! Нас скоро взорвалось! … Такая��ка... … Ах ты! Надо было сразу тебя прокачивать! Отчего сдал-то! Шевлём брать прикатали! Отставить брать-ли вы или! Работаем на борожения! Ну толще резко дотяжили, кстати... Ха! Это ничего, такая честь! Не стреляй! Не стреляй! Я прошу тебя! Я не стыдю! Опа, устать! Как можно ближе к котлу! Давайте, ребят! Стопите! Стоп, кран! Жалко, его журецами переехало! Опа! Князь! Опа! Бах! Баба! Исход! Артём, ты цел? Слава Богу! Поздравляю! Теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Ну да! Класс тоже! Мы стоим сотни километров от Москвы! Стоим и проверяем дозиметры! Потому что все они показывают почти нормальный фон! Будто сговорились! Но эта потрясающая новость никого особо не радует! Ребята не понимают, что делать дальше! А лично я жду ответов на вопросы! И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах! Окей! Тоже надеюсь на это! Что приуныли? Мы сейчас на развилке! Все недоумевают, куда дальше? Вперед или назад? Налево или направо? Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно! Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно! Фон в норме! И у Степана тоже норма на дозиметре! Можно дышать без масок! Так... Значит, не врали! Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена! Объясни, наконец, хоть что-нибудь! Хорошо! Начну с главного! Война не окончена! То есть, как это не окончено? Не перебивай! Большая часть городов уничтожена! Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником! Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни! Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИТ! Сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы! Чтобы всякие радиолюбители своим мытьем в эфире не набрекли на нас новые боеголовки! И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих! А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой! Скриншотик! Даньте! Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад! Под грифом «Расскажешь – сдохнешь!» Ребятам брал, что метеостанцию охраняем! Светослав Константинович, если нельзя назад – как насчёт вперёд!? Угу! Есть мысль! Уйдёт от самой верной мысли! Артём! Чем молча глазами сверкать, Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной Ковчег. Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилки, расстреляли охрану, уничтожили патрульные бронепористы и убрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки. Не сказки. Ну как? Да они и есть. Уверен, что они Москву защищают. Они свои задницы. И что за Ковчег? Если Артем поймает позвони... Ну-ка, ну-ка, это что? Всем слушайте. Объявляется общий сбор, точка сбора, код 1811-790. Ну-ка? Так, где там номер здесь? Так, вот здесь начнете. Ага, гораем там. Ясно, маршрут выисовывается примерно так. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Ковчег это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А жить-то там, кстати, как ситуация. А ну, вы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечного фляги булькает? Что, думал, не знаю? А, это. Это я мигом. Это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. Как и надавим. Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Мильдиву. Мне еще лучше. Мильдиву? Да ну. А как насчет Аброга? Богиня Утренней Зари и Крайсер... Вы сами знаете чего. Любви или чего. Подожди, а чего это? Бодение. Вообще норм. Но Крайсер чего? А, потом расскажу. Значит, ты решила. Тогда за Аброру! Блядь, Аброра. Что это? Я даже что-то загуглю. Ну-ка. Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили, хватит, пожалуй. Ермак полный, вперед! Есть! Пойду ли я, пешу? Смешиваем обору, что ли? Маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Леша? Опа, хакочка! Ждала того на стрелок в сердце? Так, я не могу найти. Не при этого мужика пулю, но мимо. Ты точно в порядке? Я ведь ирана. На два слова. Ну, пойдем. Давай, а шрамы только украшают мужчину. Так, водиня. Что было, то было. Да, я тебя не останавливал, когда ты лазал наверх. Да, отговаривал. Да, не говорил, что мы не единственные, кто выжил. Но у меня самого, у меня допуска не было. Это государственная тайна, ясно тебе? Мне только после нашей обороны Д6 допуск дали. Сказали, будешь наших обучать. Потому что война продолжается. Что думаешь, я сам не охренел? За что тогда наши парни в Д6 полетли, а? Ноги свои за что я отдал? Но я понял. Потому что война. Потому что секретность. И парни наши бы поняли. И ты пойми. Снудук. Что-то, что ты не разболтал бы всем и каждому в метро. Ты ж бляха Прометей. Тебе людей наверх из пещер. Надо вывести непременно. Романтик ты хренов. Думаешь, ты бы кого-нибудь спас? Что вы с глушилкой натворили? Сейчас, может, Москву раскрыли из-за вас. Сейчас, может, ракеты на подлете. Какие, нахуй, ракеты? У Москвы меньше ракет было. Что бы они там про меня не думали, я не дезертир и им никогда не буду, ясно? Если надо, я готов ответить за все. Но если есть хоть малейший шанс получить прощение, я его заработаю. Значит, нам, как споткнувшемуся бегуну, просто чтобы не упасть, надо бежать еще скорее. И не дай бог тебе еще раз поставить нам всем под ножку. Понял. Надеюсь, что так. Ну, теперь нам хоть ясно, куда бежать. Так что можешь вернуться в рост. Просто частью он был повыше. Примерно маршрут уже ясен. Де, папиро, сады, мид. Тут важно не число, а умение. Ммм. Так, хорошо, ты там что-то не тут скажешь. Андрей Иванович, а вы давно с этими служили? Кстати, интересно, почему Андрей Иванович помог нам? Здравия желаю. Ну что, Артем? Кажется, ты к полковникам цель поставил. Коте ненароком. Мы все помним, как ты в Д6 дрался. Так что не важно, что впереди. Поддержим. Не сомневайся. Я вот тут инвентаризацию затеял. Молодец. Я тут вроде стола что-то сообразить, думаю. Чтобы инструмент, какой найдется, тоже тут пристроить. Будет все под рукой. А то закатится какая пружинка. Ищи его потом. Так что оружие разбирать, собирать, смазывать здесь будем. Чтобы под руку никто не подбивал, но и не коптался тоже. По очереди правда придется. Да ничего, разберемся. Окей. Так что, если трофеи будут, приноси. Я проверю, переберу. И ученю, если надо. В общем, назад получишь в лучшем виде. Эх, сколько я этих автоматов перебрал. И заводские, и самодельные. Такие конструкции попадались, обалдеть просто. Так что, если чего по оружейному делу, вопросы какие. Не стесняйся, подходи. Хорошо, я тебя понял. Девушка подход требует. Давайте записочку заберем. И почистим. Памятка. Ага, опять пропустили. Докладывая... Докладная записка так. О состоянии путей. По результатам проведения по вашему шумозаданию поверхности состояния путей сообщают, что за охраняемую периметра в пределах провернутого участка состояние путей от удовлетворительного до отличного. Что представляет себе угрозу безопасности. Так как облегчает передвижение снабжения вражеских агентов. Так, в пределах охраняемого периметра износ полотна превышает все доступные нормы. А может привести к полной остановке движения так на наиболее загруженных линиях. В ближайшее время, что ставит оборонную обороняемость Москвы под угрозу, затрудняет снабжение постов и переброска резервов. В связи с изложенным прошу вам немедленно направить все путевые бригады на ремонт более пострадавших участков полотна. И насыпьте на внутренних линиях. Так, в качестве ремонта ресурсов предлагаю использовать полутоснятые с путей за 101 километров. Одновременно лишняя, лишая противника возможности использовать ведущий курорт линии зам, начальник от путевой комиссии. Короче, нихуя не понятно, но вроде бы понятно. Если душу уложил, в бою не подведет. Хорошо. Вот сейчас эту красавицу протру и другую почистим. Ток говорит, ты с нами вообще с какого момента мы тебя прицепили? Кочегара-то? О, князь, красавчик. Привет-привет. Ну, впрочем, и наверх позвать, за Аврору выпить, раз уж Гильзевула бы его не приняли. Ну, давай. А что? А что, я честно говоря, уже упарился. Ну, передохни, иди выпей. Да, блин, это круто. Гильзев говорит, динамическая медитация. Филос. Он пришел, он же медитировал тут. А, идиот, красавчик. Все? Да ладно, давай дальше я. Нет, князь, идиот, по-моему, самые хуенные персонажи, которых нельзя проебывать. Бывает так, поднимемся наверх. Они меня чем-то поверили. Наверишь, что, мол, опыт мой поможет жизни в метро сберечь. В радиостанции, последние люди, они за миграцией, он вдруг рассказывали. Ну, я не верю, пробился. А два месяца назад, а там параллельный какой-то небоградый. Давай поищем. Это Ковчег, да? О! Супер! Надо же, нашел! Спасибо, Артем! Сразу веселее стало! Да-а-а-а! Блин, не музыка, а огонь. Э-э-э! Верни! Там себе и небо, и земля, полая дорога минна. Так, давайте дневник посмотрим. Когда год за годом эфире лишь бой помех, белый шум. И просто так, как поверить в то, что мы не одни на земле жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст, что кроме нас, вкрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете и в метро, это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные, да. Потом помехи перекрыли, и всегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху под небом есть место пригородное для жизни, что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Экипаж. Блядь, я не знаю, хотите вы, чтобы это я прочитал или нет. ТСТшник Степан. Давайте начнем с Аня. Допустим, Аня, моя Аня. Я с самого начала думаю, что не достоин тебя. Кто был я? Странноватый парнишка с окраиной станции. Мечтатель с голосами в голове. Искатель приключений на свою задницу. Кто был? Была ты. Самая красивая девушка в метро. Единственная дочь легендарного сталкера. Лучший снайпер спартанского ордера. Но помнишь, ты сказала мне, крутых кругом было пруд пруде. Господи, сколько нам с тобой пришлось пройти, Аня? Сколько пережить? У нас были светлые дни, и у нас были черные дни. Между нами остывало и разговаривали снова. Я уходил от тебя, но не мог уйти слишком далеко. Ты хотела нормального человека, но ты приняла меня таким, какой я есть. Ты единственная не считаешь меня безумцем, когда я день за днем поднимался на поверхность, чтобы слушать радиоэфир и искать сигналы о других выживших. Ты знала, что каждая вылазка означает для меня новую дозу радиации, что каждая вылазка уменьшает наши с тобой шансы завести здоровых детей. И все же ты отпускала меня наверх. Ты же... Ты не запрещала мне мечтать. Я всегда чувствовала на себе твой взгляд. И когда ты прикрывала меня в бою, и когда я сбивался с пути, я был в твоем прицеле, я всегда знал, тебя никто не заменит, мой личный ангел-хранитель. Ангел смерти, если это не любовь, то что тогда любовь? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Мельник, полковник Мельников. Святослав Константинович. Основатель и бессменный командир ордера, который мы между собой называем Спартой. Она подбирает каждого спартанца. Отдельно он убеждает каждого лично. Мельник, единственный, кто откликнулся, когда моей родиной санция угрожала ему полчаса черных. Единственный, кто побоялся встать между коммунистами и Четвертым рейхом, между Тицилией и Харидой. И сумел преодотвратить чудовищную бойню, которая могла бы стать подлинным концом нашей цивилизации. Именно Мельник принял меня в орден и благословил мой союз с Аней со своей единственной любимой дочерью. Я стал его зятем, но так никогда и не отважился назвать его папой. Только товарищ полковник. Только на вы. При обороне бункера Мельник потерял своих лучших бойцов и себя прежнего. Он ужесточился в нем, что-то перегорело навсегда. Он стал гораздо нетерпелимей тем, кто с ним не согласен. Иногда мне кажется, что он жалеет, что отдал свою дочь за меня. Наверное, его идеальный затем был бы Хантер. Только вот Хантер пропал, а я затягиваю его дочь в такой водоворот, из которого уже не выбраться может быть никому из нас. Дамир. Дамир, пожалуй, самый спокойный из членов нашего экипажа. Он всегда выручит, взвалит на себя самую тяжелую часть работы, выполнит самое сложное и опасное задание. А потом, вместо того, чтобы спокойно принять заслуженную похвалу и благодарность, Санец краснеть и рассказывает, что на самом деле просто стоял с краю. И все получилось само. У Дамира только одна чувствительная тема. Его имя. Имя, которое досталось Дамиру от его отца вместе с половиной крови. Дамир не может простить отцу за то, что бросил его мать. И не хочет признавать себе его кровь. Кровь степных хачевников. Князь. Блядь, ебать, князь здесь охуенно просто нарисован. Это просто респект тому, кто это рисовал. Князь тьмы. Игорек, князев. Самый молодой из нас, самый храбрый дурила. Кто-то пошел в орден от отчаянно, кто-то прибился к нам, чтобы защищать людей от нечести. А князь просто отчаянно любил приключения. Стоит мельнику спросить, есть добровольцы? И князь всегда орет. Я? Каким сложным и опасным не было бы задания? Жалко в ордене медалей не дают. Иначе князь весь был бы ими увешан. Он все время смотрит на старших бойцов, все время соревнуется с ними. У кого сколько скальпов, у кого сколько ранений, у кого сколько выполненных миссий. И почему-то особенно сильно он заглядывается на меня, вечно себя со мной сравнивает. По возрасту. Может я ему ближе? Аня мне как-то сказала, вот ты все время ноешь, Артем. А тут есть люди, которые просто мечтают быть на тебя похожим. Это о князе. Неужели правда? Давайте Ермак. Бессменный рулевой Авроры. Знающий ее до последнего винтика из сердца. Чувствующий малейшие изменения в работе любого из ее многочисленных Си. Честно говоря, порядком разболтался механизмов Ермак настолько ограниченно влился в наш отряд, что кажется он был с нами всегда. А ведь мы с Аней встретили его на Гантинской базе, где он сначала помогал мне найти ее. А потом и угнал наш верный крейсер. Хотя, конечно, с историей Ермака неудивительно, что он решил бежать за Москвой с нами. Мы узнали о том, что гонзейцы уничтожают всех приходящих в Москву за считанные часы до встречи с Ермаком. А ему пришлось жить с этим знанием месяца. Сначала из страха за жизнь дочери, а после ее смерти просто от безысходности. Ермак говорит, у каждого человека в жизни есть пункт назначения, то место, куда ведет его судьба. И когда мне становится тяжко, подчас просто невыносимо тяжело, я всегда вспоминаю его слова. Это может быть и, конечно, конечно, станция, но это не твой пункт назначения, парень. Вставай и иди дальше. Спасибо тебе, Ермак. Бля, ебать, идиот тоже охуенно отрисован. Идиот сам себя назвал идиотом из природной скромности. А может быть, в честь героя Федора Михаиловича Достоевского. Сука, я читал этот рассказ «Идиот», где он был влюблен в двух двоих. На самом деле, он самый образованный и искушенный из всех бойцов Мельника. И еще в метро он был его правой рукой заместителем по самым чувствительным вопросам. Главный вопрос такой, что знает идиот обо всей нашей ситуации с людьми, которые вынуждены сидеть в метро с войной, которая то ли заканчивается, то ли нет, с теми, кто в метро кем правит и как. Идиот любит проглагольствовать. Но при этом лишнего не скажет. Заболтает тебя своими рассуждениями с одной стороны так, а с другой так. Если тебе кажется, что истина где-то рядом, поговори с идиотом, он тебя точно запутает. Одного не понимаю. Что такому человеку делать в Ордине? Чего он ищет в бою? Ну, Алеша, ебать. Алеша, истинная душа компании записной Дон Жуан и завсегда Тай. Самых злачных заведений на Цветной Бульваре и Театре. И наш инструктор по выживанию на поверхности. Он способен на глазок определить, простоит ли какая-нибудь руина еще несколько лет. Или готова обрушиться тебя на голову от малейшего прикосновения, что не раз выручало его в Москве. Алеша, единственный из всех войпажа, проходит... Похоже, воспринимает наше вынужденное путешествие как увлекательное приключение. Очевидно. Предвкушение, новые знакомства. В основном, конечно, с представлением прекрасного пола. Так, Сэм, американец. Сэм один из лучших бойцов Ордена. Может быть, не самый сильный. Не самый меткий, не самый быстрый, но способности почти на равных соревноваться с чемпионами спарты. Во всех этих категориях и определенно самый необычный. Сэм, американец, морпек из охраны их посольства. Оказавшийся в судный день в метро и по какой-то причудной судьбе, ставший личным телохранителем-полковником. Во время битвы за Д6 Сэм лежал в лазарете с тяжелыми ранениями и долго ходил сам не свой из-за того, что не смог тогда защитить мельника, закрыть его от опасности, как и раньше. Встав на ноги все еще обмотанный бинтами, Сэм не отходил от полковника ни на шаг, толкая его инвалидную коляску. Даже когда Андрей Кузнец сделал мельнику прекрасные протезы и полковник научился ходить на них не хуже, чем на своих двоих, Сэм остановился, оставался его тенью и, конечно же, отправился с нами на Авроре. Все мы едем куда-то в некий пункт назначения. Как его называет Ермак? Хоть никто из нас пока точно и не знает, где этот самый пункт назначения находится. И все же, есть у Сэма он свой. Если мир за пределами метро не уничтожен, значит и в Штатах есть выжившие. И Сэм теперь не может перестать думать о своих родителях, которые вполне могут быть все еще живы и ждут своего сына по пути. С нами или нет. Степан. В повседневной жизни Степан настолько добродушен, что удивительно, как он вообще оказался в ордене. Все-таки мы военная организация, но это только пока не увидеть Степана в деле в бою, силы в нем немерено. Боли он не чувствует, страха не знает, тяжелый. Лены ручной пулемет поднимает легко, будто это обрез какой-нибудь. Счастье, что мы с ним сражаемся всегда по одну сторону. Ну, баррикад. Не приведи бог встретиться с таким врагом. ТСТшник. ТСТшник, получившись в свое прозвище за особую привязанность к пистолету ТТ, а также за то, что является однофамильцем его. Создательным человек, искренне любящий свое дело. Оружие, он постоянно занят оружием экипажа Авроры. Чинит его, перебирает, что-то мастерит. ТСТшник знает об оружии все и даже немного больше может. Часами рассказывать о разных его видах, но мало ли интересуется темами. С ним не связанными, так. Тем не менее, понимаю огнивой мощи. ТСТшник занимается и нашими снаряжениями, так, постоянно стараясь что-то улучшить, изобрести что-то новое. Вкладывает, не жалея сил, чтобы нам всегда всего хватало. Чтобы техника не подводила, не знаю, что бы мы без него делали. А еще, мне кажется, он потихоньку безнадежный и безответственно влюблен в мою Аню. Вечно беспокоится за нее, всегда о ней думает. Но у меня даже не получается его к ней ревновать. Так, хорошо, про экипаж мы все прочитали. Дневник, что там у нас по дневнику? Москва. Когда год за годом в эфире... Так, вот, зима, давайте. Мы стоим в сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто... Это да, это из этих просто. Новый мир. В Эденхам, аэродная станция, входящая сейчас. Сотдежусь в Эденхам вместе с Олешевской и Рижской. Жилось там по-всякому, но сейчас все равно вспоминаешь лишь приятное. Хотя у Ани, моей жены, хорошего вспоминания наверняка немного. А она возненавидела в Эденхам так, как став. Моей женой была вынуждена сменить полную при включении жизни лучшего в Ордене. Снайпера на рутину рядом работницы грибной фермы. Ганза, ебать по Ганзе так. Содруженство станции кольцевой линии самое мощное. Государство московского метро, бойца Ганза, получает лучшее из доступного из метро. Оснащение и зарплаты, и высокого мотивированного, восполняя свою относительную молчаливость. Профессионализм. Единственная организация, объективно превосходящая вооруженные силы Ганза, профессионализмом и опытом Ордена Спарты, в котором ваш покорный слуга имеет честь состоять. Как я понял, вы, вымученного признания полковника Ганза, полностью подчиняется невидимым наблюдателям, настоящим хозяевам Москвы, кукловодам, дергающим за ниточки, правители всех стран метро, пользуются своей неограниченной властью. Эти кукловоды не связывают себя нормально. Взять пример, ну их проект щит. Непроницаемый зонтик радиостанции, призванный скрыть столицу от всего мира, чтобы защитить ее от новых ядерных ударов. Звучит, в принципе, неплохо, хотя я и вряд ли отправлено, как бы, воплощением проекта в жизнь. Привело к массивным убийствам всех прибывающих в Москву или пытающихся ее покинуть. Мы с Аней попытались к Ганзийскому патрулю после того, как увидели, езжающую в город Аврору. Всего через несколько минут после того, как попытались предотвратить убийство их. Ни в чем не повинны граждан, приехавшие в Москву в поисках родственников, я сам попал под расстрел. Мой счет к наблюдениям велик. И того, что Ане пришлось пережить в этот момент, я не прощу им никогда. Но животные-то, страж, демоны, собаки, снаряжение, это мы все знаем, костюм спартанца, оружие, калаш, револьвер, все знакомо. Это чай? Или водка? А я дорогая бестанцовая. Папа, дядя Коли пошли за помогу неделю назад. А теперь вокруг подвала у всех окошек, а там только доски. Если кто-нибудь слышит, помогите. Внимание, внимание, говорит особый комитет. Второй вызывает шестнадцатый. Шестнадцатый, ответьте. Шестнадцатый слушает. Только что к вашему мосту прошла группа на двух машинах. Будут у вас минут через сорок. Готовьте встречу. Это что у нас? Понял вас, сто второй. Если попытаются отойти по той же дороге, перехватите. Больмёт уже на позиции. Сейчас столб завален и пару монок воткнём. Точно не проскочит. Принято, сто второй. Конец связи. Мы на что-то связь наткнулись. Ебать, сой. Это классика. Мы к этой волне, мы ещё увидимся. Уже месяц как сидим, покуриваем. Вчера правда рвануло где-то хорошо. Это не вы там воевали? Нет, не вы. Это тринадцатый. Тринадцатый? Ничего себе. Мы решили, война опять началась. Что там за шпион их пошёл, чтобы они вот такими зарядами подрывали? Не они, а их. Вроде поезд их рванули, понял? Рядом сидит. Рядом сидит. Ничего себе он там накочегарил. Тены перехвата, мы ехали. Но не срослось. С ума сойти. А что теперь-то будет? Что будет? Может и полегче станет? Резиденцию ведь накрыли. Теперь надо всю сеть его раскрыть. Думаю, полетят головой. Это точно. Знаешь, давай подвязывать эту тему, а то младли. Чёрт. Да, точно. Конец связи. Что такое? Опять? До меня дошло. Это Ганза. Пропустите и принимайтесь за баррикаду. Встретите их, если мы не оприходим. Понял, 16. Доброй охотой. Конец связи. Это Ганза приезжающих хуярит. Я понял. Давайте ЦОЯ включим. Во, заебись. Может тогда? А конца в костюме. Что, скажешь что-нибудь ещё? Артём, слушай, сходи хоть воздухом подыши. Без противогаза. Ты же всегда об этом мечтал. Да, конечно, надо подышать. Простите, что приемалов. Я тоже в квартире сижу, ни хуя воздухом не дышу. Да на работе. Мне тоже бы не помешало воздухом подышать. Дамир. Что, Моисей наш? Чуешь, какой воздух без наморника сладкий? Или не сладкий? Сколько у него оттенков вкусов-то всяких. Странные чувства, да? Что у тебя глаз красный? Вот, когда ты нам рассказывал, что на Станкинской башне противогаз снят. Когда по тёмным ракетами шандараш. Когда воздух, небось, горчил? Но, как знать, Артём. Если б ты тогда ракеты не пустил, то и на башню бы не палец. Сигнал столь пора. Так, хорошо. Ты скриншотим. Один тоже не услышал. Жизнь, знаешь, странная вещь. Одна случайность, другой скована, как звенья цепи. И ты тащишь эту цепь из тёмного колодца. Звенья появляются по одному из тёмной воды. А что дальше в ведре? Чего в конце придётся испить? Вот она загадка. Я вот часто, как выбор какой, долго думаю. У каждого поступка будет последствия. И бросить цепь нельзя. И хлебать из ведра придётся до дна. Вот и каково оно чувствовать себя Моисеем за цепь потянувшим. Ха-ха-ха. Ладно. Глупо человеку всю жизнь чужие приказы исполнявшим. О таком думать, да? Ну так на то я идиот. А вот что будет на конце твоей цепи? Всё же интересно. А ну и правда умный. Ты что-нибудь скажешь? Слушай, если радиации нет, получается мы теперь всех из Москвы вывезти можем. Ну, по сути, да. А не важно, какая радиация, товарищ американец. Жителям Москвы придётся остаться в Москве. А ведь они, по сути, могли бы выехать. Совсем мало отъехали, а радиации нет. Это у вас в Америке, может, так всё просто. Было. А у нас тут всё всегда очень сложно. С утра мы герои метро, а к вечеру уже вредители и шпионы. И это ещё до того, как поезд их под откос отправили. А всё почему? Да как мы скажем, нас расхуерят? Да если они ради своей правды баб с детишками через мясорубку проворачивают, то уж тебя-то, дядя, самый подавно схарчат. Вернуться никак. По радио тоже. На то глушилки и стоят. Ну или так. Прорвался ты, Рэба, такой в метро. Донёс до них истину. Все тебе, конечно, сразу поверили и говорят, окей, Моисей, валим из этого странного Египта. Ты представляешь, сколько людей из-за этого погибли? Представь себе население средней станции. Даже если ганза стрелять не станет, куда они дойдут? До первого гнезда на Сочее. Это мы тут фигачим на Восточном Экспрессе в рассветное солнце. А там будет другая картина. Ну да, тоже верно. А если организовать эвакуацию? Кто это сделает? Годзильцы, которые нас 20 лет в катакобах продержали? Или мы с тобой? А ведь надо не просто из Москвы вывезти, а и привезти куда-то. Где-то поселить, чем-то кормить. Нет, брат. Я тебя понимаю, но тут все явно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот, заезжай туда, Теллиер. Просто воздух чистый. Дышать можно, я обрадовался. Да, и... Можно всякую хуйню перебить в таких местах. Нереднюю организовать. Он же с Газой договаривался. Куда бы мы без них после Д6? Кто нам оружие дал? Кто личный состав доукоплектовал? А нам с тобой, брат, не положено. Наше дело маленькое. Думать о хорошем. И не давать дурака в метро друг друга истребить. Кто, блин, если не мы? Неприятный этот человек, идиот. Слишком умный. Как-то это обидно звучало, конечно. Слушай, Томир, я думаю, а как далеко мы уедем? А я знаю, противогазы не нужны, дорога через всю страну. Красота, ездить не хочу. На Дайамантау тысячи две километра вроде. Ага, Дайамантау. Нет, я не про это. Горючее у нас на сколько хватит? Сколько эта машина по 3D? А, ну, жрет, конечно, будь здоров. Знай, кидай. Но это уголь. Его на каждой станции должно быть запасено. А если не найдем, так и на дровак можно. Блядь, как это все работает? Никогда не понимал, как по работе устроен. Чего погрустнел, Томир? Диалоги еще будет. Ой, я, дурак, фильтров как раз накупил. Мог за те же патроны сухпая на полгода взять. И химзу ловают. Еще и перет на горбу. Кабрал соловьем разливался, мол, бери, запас карман не тянет. Да еще на сдачу книжку мне всучил. Цитаты председателя... А что за писатель такой, кстати? Мао. Ну вот, я как дебил с книжкой этой дурацкой D-фильтрами и поехал. А то нам как раз патроны заводские пригодились бы. Мало ли кого встретим. Ну вот, зря ты так про книгу. Как минимум, то полезные мысли на все случаи жизни. В особенности по части войны с империализмом. Вдруг с ними драться по дороге придется. Хотя пока чуть другая драка не приключилась. Точно. Аня не на шутку разозлилась. Хотя, может и зря. Полковник тоже вроде не все понимает. Как, по-твоему, кто прав? Так у него правых нету. Но сказать это можно было тем, кому доверяешь. Личному составу. Кто никогда ничего не делает. И не говорит, понятно. Ну, хотя, блин, Артем тоже мог разнести это все. Из описания его. Я не огорчаюсь, если люди меня не понимают. Огорчаюсь, если я не понимаю людей. Бля, урел, урел, сигма тупо просто. Так, еще что-нибудь будете говорить? Кто-то скажет, нахуя ты слушаешь эти диалоги. У этих персонажей, ну, блядь, ведь разработчики старались, писали. Там, над этой игрой работали непростые люди. Художники. Все это так прорабатывали. Мы все кому-то так хуево относимся. Дай мне самому если-то, честно, интересно, лор какой-то. Да, блядь, я даст слушать. Да. Ты еще меня толкаешь. Ты что, быканул? Он быканул на меня. Ты что, приемала? Да что ты, Аня. Бля, тут и до рассказать-то всего ничего осталось. И вы поверили? Ну как? Сначала показалось, проще будет поверить. А потом сорвался. Тогда с обистьми прямо и говорит. Расскажешь, кому мрут, все, кто слышал. Если надо, и всю станцию на тот свет отправим. Так вот и ездил с тех пор. Стараясь в ту сторону не смотреть. Бля, как только стоков. И Артем потом, я понял. Все, теперь они один. Ну как такое себе держать? Теперь понимаю, почему вы тогда нам помогли. Спасибо. Да чего уж тут. Дай бог выйдет из этого что-то пухное теперь. Да. А вам за грым паровоза приходилось водичка? Нет, дочка, не приходилось. Я ведь машинистом метропоезда был. Служил мы кольцевой. Да, мутерное дело. По кругу и по кругу, по кругу и по кругу. А там что ехать да? Раньше всю кольцевую проехать меньше часа. Вот я и думал. Хорошо повал. Из метро уволиться. Для наглезную дорогу. Никак разогнят. Дом. Россия, батушки. День. Жена против была. День. Перемен. Я как с ней не заведу. Прогрежно. Требуют наши сердца. А она в месяц со мной не спить. Прогрежно. Прогрежно. Служим. Иришка встала меня в метро С курсов возвращалась Так мы вдвоем и выжили Но в конце концов я И ее потерял Туберкулез Ах, какие дела Вот я машину веду А сам с Татьяной моей разговариваю Что-то Все-таки не удержала ты меня Вот он я На расстоячей железной дороге Машинистам Да не лучше Прости, что-то я Расчувствовался Ну что вы Это вы меня простите И спасибо, что рассказали Угу Вот я боюсь сегодня Магнит я саду Наход при исполнении Дерак Типлю тебе А ты, детсэм Здорово на Насенскин Болтать нам остался Еще на лет сорок там И со всем русским человеком И помят А теперь у тебя непорядки-то Если твоя Калифорния Не ебнулась Выходит зря Брусел А вот если мы сейчас В оккупантов Укнемся, детсэм Ты за кого будешь За нас Или за них Не смешно Если война не кручилась еще Мы что, тебя провислили? Я вообще-то к другому Мне товарищ полковник Грибы куриц запретил Но ведь друг кумира не можно А? Вот если бы мы с тобой В Калифорнии Ебрули Это бы повеселее Я не знаю За столько лет уже пролик А теперь узнал, что моя семья Может беспозвлась Или пусто Понимаю Я вообще чего сказать-то хотел Ты хотел не не конец А наш человек Я спартанец Требуют наши сердца Мы за тебя все встанем Как за Алюса все Как полковник тогда тебя в толпе Да Там эти женщины И старшие дети Все хотели На них я даже отниматься и хотел Хотя А я бы все-таки в Сан-Диего Побывал Корпус не Побываешь Побываешь В одном бардельчике На станции Требует Бульба Чужие Что ты кружишь А я подремлен Если ты не против Это правильно Вот кто-то говорит Почему ты не слушаешь диалоги А вот разработчики Это все писали Представьте Приходила студия озвучив Чтоб вы просто на карту нажали И уехали Ну это как так Спокойной ночи Так С ним Перемен Требуют Наши Глаза Перемен Требуют Наши Сердца На этой прекрасной ноте Мы закончим этот выпуск И продолжим в следующем Всем огромное спасибо За пару смотров Не забываем ставить лайки Подписываться на канал Оставлять комментарии Субтитры